Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Всю работу выполняю ответственно, даже более чем. В общем, я не могу сказать, что у руководителя есть ко мне по работе какие-либо претензии, никогда жалоб никаких не было от него. Но вот в плане общения складывается такое чувство, что руководитель игнорирует. Придёшь на работу, он эффектно общается с другими сотрудниками на разные темы, пытаясь мысль в разговор ставить, так и остаёшься с ней. А свернётся, а пойдёт к другому и начнёт общаться с ним, лишь бы рядом не стоять со мной. Сменётся и шумно обсуждает много чего с другими. Я ведь и такое боюсь слово ставить в разговор, так как боюсь, что проигнорируют, как уже бывало и не раз. Недавно у руководителя появилась новая фишка, он что-нибудь спросит у кого из коллег и обращается. Брата наша? Ну вы и сказали, пошутили и т.д. А вот там, да и там, сейчас хорошо. Поедем, Маша, правда? И всё на глазах у меня. Это очень обидно видеть. Иногда складывается такое чувство, что говорить это другим специально. Вместо Маши, может быть, Катя, Таня и много кого. А мне не говорить ничего подобного. Ни разу не сказал правда, но вы здорово придумали, почему-то чувствуется в этом подвох. Даже не знал, как реагировать, при том, что он всегда надеется на мою поддержку в самой работе. А вот в общине ничего не складывается. Готовиться к увольнению или это игнорирование общения в общине еще может дарить шанс остаться. Работа хорошая, уходить не хочется. Или как понять его поведение. Уважаемые анонимы, наверное, прежде всего нужно сказать, что мы не можем обсуждать третьих лиц. Мы можем говорить только о вас. Мы можем говорить только о том, что касается вас. Поскольку именно вы обратились к нам. Поэтому я бы не стал заниматься гаданием относительно того, что значит поведение вашего руководителя. Это неэтично, это абсолютно безосновательно, это, пожалуй, что не имеет вообще никакого смысла, никакого значения и так далее. Я думаю, что тот факт, что вы как-то выделяете этого человека, да, тот факт, что вы как-то вот, значит, ну, по-особенному смотрите на этого человека, я думаю, что тот факт, что вы от него чего-то ждете, говорит о том, что вы испытываете к нему какие-то чувства. И эти чувства вряд ли являются рабочими. То есть, на мой взгляд, вот то, что вы описываете, можно назвать или чувствами к мужчине, или чувствами к отцу, что это такая вот, получается, ну, родитель, детско-родительская позиция в данном случае, то, что вы, то, как вы видите своего руководителя. То есть, вы из чего-то ждете от него, вы на что-то надеетесь, вы пытаетесь, вероятно, как-то вот его, ну, добиться его признания и так далее. Вот. Ну, в общем и целом, компенсируя, пожалуй, что таким образом некоторую такую, вот я бы сказал, неуверенность в себе, неуверенность в своих силах, неуверенность в своей ценности, неуверенности в своих возможностях, неуверенность в своих способностях и так далее. Хотя, признаться, честно, признаться, честно, предпосылок к этому, надо сказать, я никаких не вижу. Вот. И получается, конечно, что либо вы работу боитесь потерять настолько сильно, что вот так акцентируете внимание на личности своего руководителя, либо вы выделяете его, потому что он вам чем-то стал очень важен. Вот. Какой именно из этих вариантов подходит лично вам? ну, я думаю, что вы сами можете ответить себе на этот вопрос. Я бы сказал, что у вас есть некоторая такая базовая, что ли, тревожность относительно того, как будет складываться ваша, ну, например, профессиональная карьера. Я думаю, что у вас довольно ярко выражена такая вот неуверенность в себе. и, конечно же, с основаниями для этой неуверенности в себе нужно работать, потому что совершенно точно можно сказать, что вам она спокойно жить не даст. вот. Я бы сказал, что тот факт, что руководитель вас игнорирует, говорит о том, что он выделяет вас так же и в целом, в целом. Его поведение, это поведение человека, который старается защититься, старается отстраниться от вас, а вы воспринимаете это как отвержение. То есть вы вот в этом смысле болезненно реагируете на отверженность. Вот. Ну, то есть вот на то, что вас, да, отвергают. Вот вы болезненно на это, на мой взгляд, реагируете. Каковы причины этого, от того, что вы болезненно реагируете на игнорирование, на отвержение и так далее. Это вопрос, который нужно разбирать. Вот. Связано ли это с вашим детством, связано ли это как-то вот с тем, какой у вас опыт был, да, в жизни. Вот. Конечно, тут нужно смотреть, потому что вариантов здесь может быть довольно много. И эти варианты, конечно, конечно, на мой взгляд, лучше все-таки прорабатывать, ну, конкретно прорабатывать, а не вот, что называется, гадать. Вот. Поэтому ситуация здесь, на мой взгляд, именно пока. Нет, это не говорит о том, что вас уволят. Это не говорит о том, что вы напротив останетесь. То есть, на самом деле, поведение человека не свидетельствует, на мой взгляд, ни о том, ни о другом. Это все ваше проекция. Но есть у меня, есть у меня такое впечатление, есть у меня такое ощущение, что в работу вы как будто бы чересчур сильно вкладываетесь. Вот как у меня ощущение. То есть, у меня есть такое чувство, что вы вот чересчур много стараетесь, чересчур много вкладываете своих психоэмоциональных ресурсов в то, чтобы работать, хотите получить какую-то отдачу. отдачи не получается. Ну, то есть, вы не получаете отдачу. Вот. И из-за этого вы переживаете вот эту вот самую фрустрацию. Фрустрация, конечно, у вас чувствуется очень-очень и очень сильно. вот. Соответственно, соответственно, конечно, фрустрацию нужно, ну, от фрустрации нужно, конечно же, отходить. Вот. Сделать это можно посредством психотерапии. Вот. Это был бы самый такой лучший способ вам помочь увидеть то, какие свои собственные проблемы вы пытаетесь решить решить. Через вот ну, через данную ситуацию, вот. Какие свои собственные проблемы вы пытаетесь решить. Вот. И дальше уже более как-то более полно, что ли, смотреть на то, куда бы вы могли двигаться, то есть, куда бы вы могли идти, что бы вы могли делать, потому что энергии и потребности есть, а вот как с ними обращаться, да, что с ними делать, вот это вот, на мой взгляд, не очень вам сейчас понятно и очевидно, конечно же. И это, на мой взгляд, является, ну, нормальным состоянием. То есть, я не вижу в этом ничего такого, я не вижу в этом ничего аномального с одной стороны, но в то же время вижу определенную деструкцию именно для вас в этом, конечно же, потому что вы страдаете, потому что вам плохо, потому что вы боитесь и так далее. Смотрите, смотрите, вот вы пишете, значит, складывается чувство, что руководители игнорируют, да, и что? И что, и что такого? Ну, он, ну, игнорирует, игнорирует. Разве это не его право? Он имеет право вас игнорировать. Вы пишете, придешь на работу, он эффектно общается с другими сотрудниками на разные темы, пытается вставить мысль в разговор, так и остается с ней. А для чего вы эту мысль высказываете, возникал здесь вопрос, чтобы вас заметили? Отвернется, лишь бы рядом не стоять со мной, вот, и он почему-то не хочет стоять рядом с вами, но, совершенно очевидно, что он вас как-то выделяет. я, видя такое, боюсь вставить слово, так как боюсь, что проигнорируют. А чем для вас это страшно? Чем для вас страшно, что вас проигнорируют? Дальше, значит, вот он говорит, правда, Маша, это очень обидно видеть, вот попробуйте проследить, как появляется эта обида, из чего она вырастает. Попробуйте увидеть это. иногда складывается чувство, что он говорит это другим специально. Это ваша проекция. Мне никогда ничего подобного не говорит. Вот. Здесь проявляется именно вот эта вот история, о которой я говорил немножко раньше, что вы хотите или одобрение человека на мужчину, мужского одобрения, или вы хотите как бы его одобрение как отца. Вот. То есть это вот нужно это нужно исследовать, на мой взгляд. Потому что нужно понимать. чего вам хочется в этом ну в этом в этом контексте. Вот. Потому что без этого вряд ли можно в этой ситуации разобраться. Дальше. Почему ты чувствуешься в этом подвох? Опять же, это ваша проекция. То есть проектирование вашей собственной тревожности на ситуацию. Даже не знаю как на это реагировать. При том, что он всегда надеется на мою поддержку в работе. Вы уже как-то реагируете. Нужно эту реакцию выявить, прожить и решить, что вы будете с ней делать дальше. Дальше. В общении ничего не складывается. А почему вы считаете, что должно складываться в общении? Почему? Готовиться к увольнению? С чего бы? Если он надеется на нашу поддержку в работу, с чего бы вам готовиться к увольнению? Не я. Или это игнорирование общения еще может дарить шанс остаться? Как я и сказал, корреляции нет. С первым и со вторым нет корреляции. Работа хорошая, уходить не хочется или как понять его поведение? Я думаю, что вы поведение его как-то понимаете. Я думаю, вы бы поняли его поведение лучше, если бы не были бы так сильно. Ну, знаете как, зациклены на себе. Вот. Если бы вы не находились вот в такой тревожности, как вы находитесь сейчас, вот, я думаю, что вы бы воспринимали бы его поведение гораздо, гораздо иначе. Вот. И многие вещи вам были бы понятны. Вот. А говорить о них я не буду. Опять же, потому что мне кажется, это не совсем корректно. Вот. вот. Но предлагаю для начала вам разобраться в себе. И предлагаю вам для начала поиследовать себя. Вот. Может быть, в какой-то степени проработать свои собственные противоречия, конфликты, страхи и уже после этого решать, решать, точнее, что вы будете делать и как вы будете действовать в этой ситуации. в дальнейшем. Это очень важный момент. Вот. Сейчас, опять же, как мне видится и как мне кажется, сейчас вы ничего не решите. Вот. Абсолютно. Потому что все у вас будет сводиться только к вот ну, какому-то негативу, да, получается, по сути. Ну, по сути дела. Вот. Это то, что я могу вам сказать. То есть, иными словами, иными словами, вот природа ваших переживаний, да, так скажем, основа, основа ваших переживаний, на данный момент не ясна до конца. Вот. В смысле того, что, ну, вот, а, чего вы так боитесь? В смысле, а, почему начальник должен вести себя по-другому? В смысле, а, откуда ваши, вот, переживания, все, все вот эти, о которых вы пишете? Вот. Когда они начались? Да? Вот. Начиная от этого, и заканчивая тем, как складывается в целом ваша, ну, жизнь, то есть, насколько вы реализованы в жизни, в жизни, да, вот, насколько вы активно, там, проявляете себя, допустим, в, ну, в других ролях, социальных ролях, вот. Очень важно это, на мой взгляд, конечно же, разобрать и поисследовать, вот. Тогда нам будет более ясно, с чем мы на данный момент имеем дело. На этом все. Я надеюсь, вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Буду вам благодарен обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии, вот. желаю вам всего самого доброго и удачи. и удачи. Продолжение следует...